Приветствую вас, я прочитал ваш текст, да, текст вашего вопроса, и хотел бы ответить на него, на вопрос, который вы задаете. Как бы то, что мне бросилось в глаза, это то, что вы как бы проявляете, на мой взгляд, такую специфичную, черту, как слияние. То есть, во-первых, вы все время говорите, мы нас, мы родители нас, родители и так далее. Такое ощущение, что вы выступаете только как родители, по отношению к своей дочке. Но вы же еще и личности, вы же мужчины и женщины. И самое главное, что вы, вы, во-вторых, на меня ощущение, что вы это одно. То есть, вот вы как владители, это одно. Это страшно. Потому что это обучает вашу дочь сливаться с другими людьми. Вот тут она и сливается на то. На первого, на первого молодого человека опереться пытается. Теперь, вот, на... Подобно второго молодого человека остался опереться. Теперь, вот, хочет сбежать от проблем. Вот, ну, только там, ну, другое дело, как бы, что, что-то так не решается, что, ну, что испекание проблемы не решается, на самом деле. Вот. Но, тем не менее. То есть, мне кажется, что, в первую очередь, вы получаете такую проблематику у своего ребенка. Которая отражает вас. То есть, которая отражает ваши собственные, специфические черты и проявления. Как мне кажется. И здесь вот это вот отсутствие разграничения между, например, вами и мужем, да? Между, между различными социальными ролями, да? Вот. Позиционирование себя только в одной роли социальной. Такой, как родительская. Родительская. Вот. Все это, на мой взгляд, оказывает, скорее, деструктивное воздействие, чем позитивное. Потому что ребенок. Ну, как, ребенок уже практически взрослый человек. Не привыкает слушать себя, да? Не привыкает опираться на себя. Привыкает в большей степени полагаться на что-то другое. То есть, на кого-то другое. Отсюда, по сути, такая вот ее неустойчивость в отношении того, куда двигаться, пожить. Кроме того, при таком подходе, возможно, в ситуациях, когда, ну, личные желания человека могут игнорироваться. Вот. И может возникнуть неожиданное сопротивление, да? Неожиданное, да? Реакция сопротивления. Вот. В которой, в которой, как бы, не будете знать, что делать не вы, не ваша дочь. Вот. Как бы, поэтому очень важно все-таки не сливаться, да? Не сливаться, а свою, ну, породительскую фигуру. Ну, ладно, 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 что-то. Да? Вот. А лучше все-таки разграничиваться. Например, вы, ваш муж, там, вы, как женщина, вы, как, как личность, как социальный девят, как мать, в том числе, да? То есть, чтобы родительская позиция вас не определяла. Вот. Дальше. Я не очень понимаю, честно говоря, основание для сомнений ваших. Ну, то есть, вот, то есть, вот, то, что вы говорите, что мы, значит, сомневаемся в том, ну, в том, правильно ли мы делаем, да? В чем конкретно сомнения у вас? Ну, то есть, какая альтернатива этому? Как вы сами считаете, должно быть, ну, или может быть, как? Если, вот, ну, если не так, как, допустим, вы делаете. Как еще, может быть, по вашему, по вашему мнению, например, может ли быть, как-то иначе, по-другому? Если да, то почему вы игнорируете это? Ну, вы игнорируете эту возможность. Вот. По опыту я могу сказать, что, ну, вот, исходя из своего опыта могу сказать, что в зависимости вопроса расстояния, как будто это когда сейчас человек, ну, когда сейчас человек уходит на какое-то второстояние от объекта зависимости. Это может помочь, но не всегда это помогает, не всем людям это помогает, то есть, кому-то, кому-то да, кому-то помогает, кому-то помогает, правда. Но, кому-то, кому-то нет. То есть, тут, ну, многое зависит от личности человека, как мне кажется. То есть, если, если, ну, если будет именно важным случаям, оказываться на расстоянии, эм, будет, будет полезно для вашей дочери, то хорошо, но мне кажется, что тут надо убедиться в этом, мне кажется, то есть для этого нужно как минимум сначала с ней поговорить и как минимум как-то убедиться в том, что ей это действительно будет на пользу, мне кажется так, то есть я бы не рассматривал данный способ как некую такую партнерскую, скажем так, вот. Следующий момент это ваши взаимоотношения с дочерью. Насколько вы позволяете своей дочери быть самостоятельной, совершать ошибки и так далее. Да, то есть мне, вот, кажется, по вашему описанию, мне кажется, что с этим есть некоторые трудности, вот, есть там, ну как я уже говорил, в принципе, есть у вас как будто, ну как будто бы такая склонность, склонность опекать и оберегать, и киперопекать, и киперопекать ребенка. Вот, и не давать ей таким образом получать опыт, вот, который, отсутствие которого как раз и приводит к таким вот весьма негативным, очень печальным событиям, я бы сказал, которые, вот, ну, в которых оказалась ваша семья сейчас, и в частности, и ребенок, ну, ваша дочь. Вот, поэтому вопрос, как бы, к вам вопрос, на мой взгляд, достаточно серьезный, серьезный. Не приводит ли ваша гиперопека, да, к обратному действию, не приводит ли ваша работа к совершенно обратному действию, делая, например, ваша дочь несанастоятельной, делая ваша дочь уменьшаемой, делая ваша дочь зависимой от, так там, людей, с которыми она встречается, ну, условно говоря. Вот, это, мне кажется, очень важный аспект ситуации, потому что, вот, когда вы пишете, например, про то, что она занималась танцами всю свою жизнь, вот, и бросила их, вы говорите, вот, вы хоть это восприняли, как, ну, типа, что она, там, себя предает, и вот, и вас можно понять, можно понять, почему вы это восприняли именно так. Но, есть одно но. Если она готова отказаться от того, например, чем она занималась всю свою жизнь, то, вероятно, вероятно, и это не совсем интересно, то, что она понималась, значит, встает вопрос о том, что, эм, для чего она этим занималась, и, как бы, насколько это важно вам, то есть, она этим занималась для себя или для вас, ну, вот. В общем, в целом, я надеюсь, у меня получилось донести до вас, эм, такую, хочется верить, важную мысль, о том, что, э, куда бы вы, э, не отправили ребенка, э, своего, э, ее проблемы останутся с ней, так или иначе, э, переезд, смена места, э, без психотерапии, в том числе, э, э, вашей собственной психотерапии, э, будет бессмысленным, э, занятием, который, ко всему прочему, отнимет много сил и энергии у человека, вот, и, может быть, собьет ее еще больше с того пути, по которым, по которым она идет, ну, то есть, например, танцы, вот, которыми она занимается, занимается, и так далее, мне кажется, что такой ответ, то есть, да, может быть, может быть, может быть, только в этом, э, э, способ, то есть, я хочу, чтобы вы смотрели, э, э, ситуацию целиком, я хочу, чтобы вы видели ее полностью, я хочу, чтобы вы с разных сторон на нее смотрели, вот, э, пока что, к сожалению, это выглядит, ну, вот, э, таким образом, выглядит, э, пока что, вот, так, что вы просто, э, думаете решить, таким образом, проблему, вот, э, нет, 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 и еще раз, нет, это, э, таким образом, проблему не решает, не решится точно, вот, к сожалению, или, к счастью, ну, да, скорее всего, к сожалению, не решится, вот, э, вот, э, вот, э, то, что, в принципе, я хотел вам сказать, вот, в принципе, то, что это были мои мысли, э, э, по этой ситуации, я надеюсь, что вам это было полезно, вот, я желаю вам всего доброго, э, я желаю вам удачи, э, э, и надеюсь, что, э, э, ну, вы, э, дадите некую обратную связь, некий отклик на мой ответ.